сегодня у нас установлена здесь баня 4 на 4 квадро овал давайте посмотрим из чего она сделана и что у нее внутри. Поехали. Снаружи баня пропитана полностью маслом экологически чистым от компании пиофа. Цвет темный орех. На крыше гибкая немецкая черепица. Цвет у нас также идет коричневый, черепица. Это у нас деки. Далее герметик. Как всегда все торцы мы промазываем герметиком. Герметик называется теплый шов. Используется для строительства домов для постоянного проживания. Также давайте по фундаменту немного посмотрим. Фундамент был заранее подготовлен клиентам. Закручены сваи 9 штук и мы сделали два бруса. Первый это обвязочный брус который идет вдоль самих свай 100 на 100 и также еще один брус 100 на 100 который идет уже непосредственно под самой баней то есть служит ее основанием. Сразу можно посмотреть на ленты. Ленты у нас сделаны из нержавейки и закреплены на специальные замки. Замки регулируются легко с помощью буквально двух гаечных ключей. Можно пройти вокруг бани и посмотреть вообще размеры какая она у нас. С этой стороны также все торцы промазаны у нас герметиком теплый шов. Мажется причем не только сам торец а также стыки досок. Это очень важно потому что вода может затекать как раз через эти места. Двери не пустотелые, двери очень мощные и фиксатор защелкой который закрепляет дверь на месте и три петли как всегда чтобы дверь стояла хорошо. Так заходим внутрь, освещение сделано все полностью. Сразу могу сказать что в стандартную комплектацию у нас всегда во все квадровые валы входят трапики, полки. Здесь в этом случае у нас сделан один полок. Также вся электрика разведена, выключатели, розетки, светильники. Светильник находится здесь. Также все светильники располагаются у нас во всех отделениях. Полы в этой бане также все пропитаны. Если посмотрите это темный орех, то же самое масло. Внутри все полностью корыто, пропитано маслом для защиты от влаги. Сделан вынос топки у нас здесь. Печка здесь стоит по стандарту Везуи Астр. Про нее мы уже с вами разговаривали. Я рассказывал про эту печку. Кстати есть у нас на канале отдельное видео по ним. Печка достаточно мощная на 80 килограммов камней также с регулировкой подачи кислорода. Сделана плита из минилита для защиты. Здесь внутри сделано полностью угромление из минеральной ваты для теплоизоляции. Также сделан небольшой грунтчок для клиента, чтобы складывать туда разную утварь, тазы, леники и прочее. Небольшое окошко открываемое 50 на 50 сантиметров. Далее клиент здесь самостоятельно установит столик и какие-то еще лавочки. Я так понимаю, что будет здесь полноценная зона в этом месте. Также у нас здесь установлены стеклянные двери, двери каленое стекло на магнитной защелке, двери матовые. Здесь у нас следующее отделение это помывочная. Также по стандарту здесь у нас установлены трапики, полы все пропитаны и сделан один полок. Далее клиент сказал, что может быть будет в дальнейшем вставить здесь поддон и и возможно будет более одна система душевая будет полноценная в этом месте. Также у нас опять стеклянная дверь, уже парилка. Парилка сделана таким образом, интересным, своеобразным. То есть сделан двухуровневый полок с небольшим скосом, нижний полок сделан по луже, чтобы можно было удобно проходить. Печка стоит именно в этом месте, потому что нужно было сделать именно вынос топки в предбанное отделение. По печке камни уже заложены. Кстати, мы про эту печку с вами разговаривали, но вы редко у нас ее видели именно в собранном варианте. Вот такое обрамление сделано. 80 килограммов камней все уже идут в комплекте. Камни габа-дябас колотые. Вот как раз по заливной горловине, то что мы раньше с вами говорили. Вот есть такая вороночка, она вставляется в такую трубку. Сюда заливается вода в эту воронку. Здесь внутри у этой печки есть округлая каменка, которая проходит через саму печку. И вот по этой трубке вода стекает по трубке и капает на камни. Создается дисперсионный бак такой своеобразный. Бак на 55 литров из нержавейки. Также труба и сэндвич труба. Все сделано из нержавейки. Плюс защита из минилита, как всегда. Так, ну что можно еще рассказать. Балки в два уровня. И сделана форточка 30 на 40. Форточка открываемая. Вот такая у нас получилась интересная банька. Заходите в наш канал ВКонтакте, читайте комментарии. Дайте комментарии, узнавайте стоимость именно этой бани. А также расскажите в комментариях, о чем бы вы хотели увидеть следующее наше видео. Какую баню нужно сделать на обзор. Какой размер интересен вам. Мы это все дело учтем. Ваши пожелания и снимем обязательно обзор для вас. Меня зовут Дмитрий Шабалин. Я с вами прощаюсь. Всем пока. Продолжение следует...